добрый день дорогие мои друзья так как и обещала вам в прошлый раз сегодня я хочу обратиться к теме изделия с запахом это могут быть какие-то различные платья домашние халаты летние различного ассортимента пальто может быть запахом сегодня оверсайз вы знаете очень очень распространенный такой вариант и что неудивительно нарядная одежда и офисная одежда сегодня тоже могут быть представлены в виде платья с запахом то есть каким-то особым трендом стала именно вот такая вот вот такая вот сегодня история и она тоже имеет какие-то определенные секретики давайте немножечко поговорим об этом значит поговорим о сегодняшнем дне о тех тенденциях сегодняшнего дня которые именно вот в эти дни вот в эти последние месяцы предлагают нам дизайнеры на подиумах вы знаете что мода всегда циклична что она возвращается и вот сегодня к нам вернулись буквально в смысле восьмидесятые тире девяностые годы устали мы в ту пору вот я работала много от этих вот крылышек рукавчиков видите сегодня они сплошь и рядом одинарные двойные короче длиннее разноуровневые так далее представлены в разных разных вариантах крылышки снова вернулись оборки вот сколько лет мы не имеем права шить не имели права шить какие-то оборки была симметрия был какой-то причудливый вот такой крой не очень точно и не очень по фигурке но оборок никто нам не предлагал делать и вспомните это романтичное платье и пожалуйста там сегодня у нас вдруг ярусные юбки и оборки и фольк стиль кантри вот этот вот стиль с кружевами без кружевочков отделочка романтическое платье в розочку в цветочек все это сегодня стало вдруг необыкновенно актуальным и модным вот здесь я вам изобразила свой халатик был у меня мои юные годы такие молодые да халатик из немнощиеся черно-белой ткани его можно было брать с собой в путешествие в чем его была особенность особенность его была в том но кроме того что он не мялся он мне очень нравился потому что он подчеркивал талию когда она есть это раз во вторых он и открывал немножко грудь давая какие-то вещания и в то же время он хорошо ее закрывал и это было очень привлекательно и это было очень удобно понимаете иметь вот такой вот нарядный какой-то я бы сказала гостиничного плана халатик которым ты не обязательно будешь дома но и дома такой халатик носители сегодня на отдых летний вариант на пляж тоже очень модно почему я вам его изобразила во первых потому что снова в моду вошли оборки во вторых тема халат изделие на запахе видите какой это был поясочек который входил у меня вот сюда да и завязывался естественно сзади так же как вот в этой версии например нарисовала я его еще немножко не поэтому а вот что хотела сказать когда вы выбираете себе вот какие-то такие истории обратите внимание на следующее если бы я вот эту оборочку пришила сразу вот к этой вот линии горловины я бы свою грудь невероятно увеличила я бы расположила ее под самому центру и вы знаете что это оборка или валан они никогда вот так лежать не будут они не раздвинут вас понимаете они упадут вот здесь если вы сделаете это маленьким а вы широкая женщина достаточно в этом месте будет непропорционально и некрасиво если вы сделаете это широким широкая оборка всегда упадет а вот когда вы сначала оформите вот такую планочку на строчную ее можно сделать так а из планочки уже запустите вот эту свою оборочку которая будет заканчиваться на конечной точке плеча ваши пропорции не увеличится ни в коем размере вы не станете шире при этом но при этом вот это вот небольшой где-то средней величины вот такой вот валанчик или оборочка что вам больше захочется все это будет лежать на своих местах не увеличивая вашу грудь и в то же время делая вот такую историю достаточно аккуратной очень удобной и пикантной вот так широкий запах я всегда предпочитала широкий запах потому что мне хотелось испытывать комфорт с тем чтобы сев присев на стульчик на диванчик у меня не раскрывались ножки вы можете в тенденциях сегодняшнего дня предпочитать запах какой вам угодно и вот здесь давайте посмотрим на это платьице которое вам изобразила мотивом для сегодняшней для сегодняшнего видео у меня стало как всегда истории жизни посмотрите вот на это платье и представьте себе женщину одну из моих учениц которые размер 62 они приходят индивидуально на занятия и занимаются там тем чем сами хотят то есть я уже здесь не диктую никаких программ мы просто я им просто я вам просто помогаю и вы делаете все что вам придет в голову так вот что пришло в голову этой даме она у него было много ткани клеточки какой-то такой не очень дорогой совсем клеточки и и было много она была темненькая такая достаточно размытая да и она год я захотела попробовать нашу выкройку выкроила платье пол при этом вот прям буквально практически в пол до щиколотки да и ну вот так вот вот сделала какой-то вот двубордная постаралась его сделать у нее даже до конца была не оформлена эта идея может быть у нее тут был английский воротник может быть вот какой-то такой но одним словом ей нужно было просто опробовать свою выкройку и она выкроила вот такое платье когда она пришла ко мне и вот я не знаю что дальше мне с ним галина делать давайте что-нибудь посмотрим может я выкину вообще эту всю историю я кое-как я поворчала конечно потому что линии центра вот здесь не было поставлено ниточками а вы знаете насколько это важно я рассказываю об этом вам своих книгах да как правильно выполнить сметочку как правильно провести пример очку кстати об этом сняты у меня платные курсы где очень подробно все это рассказано и показано кому интересно пишите звоните я могу вам даже это представить сзади очень большие деньги буквально вот такой курс например по пошиву изделия стоит у меня там не стоит состоит из 35 видео представляете какой огромный объем подробнейший и важный для вас информации в деталях да но я отвлеклась так вот когда мы определили такие этот центр закололись запахнулись внезапно выстроился вот такой силуэт я говорю светлана давайте сделаем платье с запахом и этот воротничок мы превратили вот не стали ничего здесь вырезать мы просто превратили вот такой вот отложной как бы опаш небольшой сделали так и вы знаете я говорю давайте сделаем здесь вот такие полупоясочки и сделаем какой-то вот этот вот акцент сбоку потому что фигурка широкая полненькая и все посмотрите как вытягивает полную фигурку вот этот акцент который расположен сбоку кстати говоря различные завязывающиеся пояса чтобы было не так скучно я расширяю его к низу например да но это уже мои особенности хотите можете этого не делать да банты мои хорошие насколько сегодня снова вошли в моду раз вошел моду стиль романтичный значит вошли в моду и банты то есть бантики какие-то на разных тканях вы можете привязывать вот еще одна тенденция сегодняшнего дня представьте платье в клетку 62 размер она в пол она на запахе и она вот с таким вот полу завязывающим способ картина была изумительная жаль что я не не имею возможности делать в этот момент хорошие снимки чтобы вы радовались вместе со мной потому что все-таки снимки дилетантские снимки так сказать непрофессиональные в моей небольшой квартирке которые снимаю для работы в москве это не есть здорово хотя иногда и мы это тоже себе позволяем и так платье сегодня у нас платье с запахом я но я уже не говорю про пальто посмотрите как всегда мы начинаем с технического задания что такое техническое задание вы уже знаете это наш рисуночек конечная цель это мерки которые есть у нашей девочки и прибавки которые мы используем вот к этой вот нашей в этом нашем случае что хочется сказать здесь посмотрите если вы делаете изделие на запахе оно может быть и прямое внизу и роста расклешенное достаточно да если вы его делаете расклешенным внизу значит ваши ножки будут защищены и коленочки не будут так откровенно открываться как допустим если вы этого не хотите если вы будете делать изделие прямое в движении чаще всего ножки ваши будут видны ну и повторяю на это будет влиять конечно та величина полузаноса вот этого двойного слоя ткани который будет у нас здесь с вами да какой вы выберете себе для в том или ином случае вы решаете разные задачи и поэтому ваш выбор будет таким каким он будет конкретно вот это изделие посмотрите обратите внимание что я хочу показать прибавка по талии всего лишь два сантиметра до изделия на запахе и нам кажется что поясочек он подтянет и подберет вот эту нашу лишнюю ткань и у нас все будет хорошо но мои хорошие если вы прибавочку по талии сделали скажем 45 сантиметров или вообще не строите талиевые вытачки то вот это же у нас центр запахнувшись и завязав вот эти свои поясочки как допустим вот в этих случаях да или пол поясочки какие-то это вашу ваш выбор да вы можете вот эти линии центра перетянуть левую в эту часть и в ту часть у вас пойдет во первых деформация передней половинки она здесь у нее появятся вот такие вот косые заломы да и во вторых вы будете иметь сверху и снизу достаточно много лишней ткани которая будет делать какой-то наплыв какой-то напуск и визуально будет вашу талию делать больше вам это надо я думаю это надо не всем кому надо на здоровье мы говорим всегда о формах достаточно строгих элегантных о изделиях которые сидят на фигурке безупречно хорошо красиво и поэтому все что работает на расширение области талии я стараюсь своих выкройках при создании своей одежды убирать и так обращаю ваше внимание несмотря на то что первым вот такое важное требование это все таки прибавка потали не должна быть большой можете брать 1 сантиметр можете брать 2 сантиметра даже 3 я бы уже не делала но тут уже как говорится зависит от размера если он у вас достаточно большой и от той ткани которую вы имеете ввиду сами знаете что если ткани тянутся и они похожи на трикотаж или трикотаж прибавку можно брать и нулевую а если ткани не тянутся они достаточно плотные жесткие формоустойчивые значит естественно ваши прибавочки будут немножко больше чтобы сохранялся комфорт и чтобы сохранялось движение и так мы оформили с вами техническое задание только после этого мы можем с вами приступать к построению выкройки вот я ее вам заготовила сейчас посмотрим насколько хорошо видно будет нам ее уже теперь как будет так и будет я постараюсь сейчас на ней выполнять какие-то действия и на особо важные участки обращать ваше внимание и так посмотрите у нас есть центральная часть полочки вот она ведем ее поярче у нас есть нагрудная вытачка есть плечо есть пройма правильная пройма обращаю ваше внимание на это обязательно присутствует плечевая вытачка самое хорошее никогда ее не игнорируйте я уже как-то рассказывала вам и неоднократно насколько важно наличие вот этой плечевой вытачки и конечно видите я приталиваю свое изделие поэтому я рассчитала талиевые вытачки с учетом тех прибавочек которые у меня есть и изобразила их вот здесь дальше я пока не буду продолжать это то необходимое что нам нужно посмотрите если изделие с запахом всегда лучше следующий мой совет кроме прибавочки да его сделать немножко раскрешенным внизу если вы добавляете это раскрешение повторяю у вас будет не будет расходиться очень откровенно и сильно тот запах на сколько добавлять это зависит от того конечно что вы шьете ну вот у меня здесь длина изделия небольшая 60 сантиметров например то я бы добавила и не очень много допустим 4 сантиметрика вот я сделаю сейчас да полочка будет выглядеть у меня вот таким образом здесь 4 сантиметра от точки ну соответственно спинку тоже мы делаем такой же и вот здесь у нас получается наложение ткани друг на друга я оформляю это обычно вот таким вот образом линия низа пусть у нас останется вот такой теперь я выбираю величину полу за носа мы продолжаем для этого линию талии продолжаем можно продолжить линию бедер а может быть и не обязательно уже и что еще хочется сказать прежде чем перейти вот к этому запаху хочется сказать что средний шов по спинке вы тоже оформляете так как хотите можно оставить здесь сгиб тогда это прямая линия и вытачка будет здесь полноценная можно ее подвести вот под эту вытачку да и расчетная вытачка останется здесь можно оформить средний шов спинки что тоже будет всегда хорошо но тогда обязательно откладывайте вот здесь полтора сантиметра и видите верхнюю часть на уровень лопаток вот так нижнюю часть ведите обязательно к линии бедер вот так и конечно если есть средний шов всегда очень хорошо его немножечко расширить внизу и вот посмотрите у вас уже появляется так сказать ритм да то есть смотрите какая симпатичная у вас рисуется вот эта вот спинка ну и конечно соответствующая его такая полочка что у нас там по времени 15-16 минут ну что ж давайте наверное немножко прервемся и продолжим в следующий раз чтобы скороговоркой не рассказывать вам про самое главное ну еще буквально несколько минут чтобы вы потренировались дома берете сантиметровую ленточку вот такую выбирая ширину полузаноса подходите к зеркалу и измеряете мои хорошие буквально вот эту вот двойную часть вот эту часть измеряете себе для того чтобы выбрать кто-то хочет узенький полузанос да кто-то хочет более широкий полузанос это все зависит от вашего желания и от вашей модели вот эту часть вы выбираете каждый раз самостоятельно так давайте прервемся и на следующей встрече мы нашу историю про изделия на запахе закончим пишите комментарии задавайте вопросы подписывайтесь на мой канал всегда ваша Галина Коломейко до новых встреч